Персональное значение для меня имеет, потому что я черкешенка. И как черкешенка я, кроме моей журналистской деятельности, также занималась деятельностью по восстановлению исторической справедливости в отношении моего народа. Если слово геноцид сейчас многие воспринимают как политическую спекуляцию или козырь в политической игре, для нас, для черкесов, для каждого из нас личная трагедия, личная боль. Мы народ, который лишен дома, лишен права на возвращение домой. Наша земля была оккупирована, она остается оккупированной до сегодня. И сейчас делается все для того, чтобы на карте, политической карте мира никогда больше не появилось название Черкесия. Существует неопровержимое доказательство геноцида. Об этом мы говорим в обращении, которое выработано в ходе двух дней работы на конференции рабочей группой представителей черкесского народа из разных стран мира. Заявление к грузинскому парламенту с просьбой о признании геноцида черкесского народа, совершенного Российской империей и продолжающего вследствие политики Российской Федерации. То есть геноцид, который не закончился в 19 веке, который продолжается по сегодняшний день. Мы, черкесы, являемся второй по величине послерусской диаспоры в мире, выходцев из территории России. По нашим подсчетам и на основании подсчетов статистических данных стран проживания черкесов, это примерно колеблется цифра от 5 миллионов до 6 миллионов. Только 3% от общей численности черкесов живут на исторической родине. 97% живут в изгнании. Нет ни одного сравнения или прецедента в истории человечества, когда народ был изгнан в таком количестве. Я сейчас делаю фильм о черкесских диаспорах, и это было для меня открытием обнаружить, что вот в Иордании, в Израиле, в Турции, в нескольких местах, где я была, а также в Америке, естественно, и в Германии, последнее поколение, как бы, самое молодое, оно наиболее политически активно, оно наиболее как связано, чувствует свои корни с родиной. Каждого из кого я спрашивала, как вы себя идентифицируете, как немец, как иорданец, как сириец. Нет, я черкес. На каком языке вы хотите говорить? На черкесском? Я учу черкесский. А что является вашей родиной? Моя родина Черкесия. То есть, если было какое-то время, что ли, когда мы боялись реальной ассимиляции и потери, вообще, как бы, смерти как народа, как нации, я думаю, что мы уже прошли этот этап. Я представляю черкесскую диаспору в Иордании. На этой конференции обсуждается очень важный для нас вопрос – признание геноцида черкесского народа. Это важно и лично для меня, поэтому я здесь. Геноцид коснулся и моей семьи, и мы уже четвертое поколение черкесов, живущих в Иордании. Несмотря на то, что мы максимально пытаемся сохранить традиции и культуру нашего народа, язык все-таки находится на грани исчезновения. В Иордании сегодня проживает более ста тысяч черкесов, и несмотря на то, что эта страна стала для нас вторым домом, каждый из нас надеется когда-нибудь вернуться на родину, в Черкесию. Иордании сегодня проживает комфортно. Мы сейчас в Тбилиси конференции. Мы сейчас в Тбилиси, в Тбилиси, в Тбилиси конференции, текущих людей, в Тбилиси. Мы сейчас в Казанистане с дебютом, и в Тбилиси, в Тбилиси. В Тбилиси в Тбилиси В Тбилиси я нахожусь уже более месяца. Цель моего нахождения здесь, в Тбилиси, это работа в архиве, государственном архиве Грузии, сбор архивных документов по теме черкесского геноцида. Эти архивы есть только в Тбилиси, в Санкт-Петербурге, в Москве, насколько я знаю, и в Стамбуле. Один из аспектов, который я не встречал в моих исследованиях до этого, те черкесы, что остались в результате геноцида и изгнания на Кавказе, их роль сводилась к тому, чтобы являться наглядным пособием для колонистов, чтобы освоиться на Кавказе, чтобы черкесы эти обучили, обучили их, как сеять пшеницу, как вести хозяйство, как спасаться от местных болезней. У меня есть мечта, как у любого человека, который, так скажем, как у любого человека, у меня есть мечта иметь свою страну. Я Анзор Масхабел, проживающий на данный момент в Норвегии. Пришел сюда на эту важную конференцию, чтобы говорить о чеченской проблеме, о ситуации в Чечне и о беженцах чеченских, которые покидают Чеченскую республику, к сожалению. Самая важная, главная проблема – это оккупация сегодняшней Чеченской республики на самом деле. И второе, то, что сегодня убивает невинных людей, идет партизанская война. Я считаю, что мы можем вместе спасти наши земли, наши народы, лишь после того, как мы объединимся. Вот, как вы видите, сначала убивают ингушей, потом чеченцев, потом дагестанцев, Грузии и так далее, и так далее, Осетии. Я хочу сказать, что если мы объединимся, если мы вместе выступим, то мы спасем себя. Вот так это будет. К примеру, так в Коране тоже написано, что если вы будете едины, то Всевышний вам даст победу. В Норвегии, я могу точно так сказать, их более 8 тысяч. Для нас это очень много. В других странах, в Австрии очень много, в Бельгии, в Франции, в Германии и так далее, и так далее. Люди приезжают, убегают из своих домов, продают дома. И они уезжают, покидая свои дома, своих родных, другие страны, чтобы спасти себя. И, конечно, мы так просто так не сидим на одном месте. Если мы не будем ничего делать, то мы самих себя погубим. Встречаемся, общаемся. И для нас самое важное сегодня, для людей, которые покинули республику, это сохранить себя, сохранить свои корни, язык, обычаи, культуру. Знаете, сегодня в мире идет большая игра, и из-за Чечни никто не хочет ссориться с Россией. Это лицемерие. Сколько тысяч мы положили, и никто об этом не говорит. Для нас это очень больно. И мы сами, чеченцы, видим, что лишь только мы, сами, если встанем, вот так вместе, вот, мы способны что-то сделать. Вот поэтому идет и противостояние Чеченской республике. Но мир молчит. Лишь только мы, вот, к примеру, сегодняшняя встреча Грузия, наши кавказские братья, народы Кавказа, мы пытаемся встать, вместе встать, вместе что-то сделать. Больно такое слышать. Действительно, это участие чеченцев в таких-то конфликтах военных, это, как сказать, большая ошибка. Большая ошибка. Нельзя было тогда участвовать в таких кавказских конфликтах, убивая друг друга. Это очень плохо. И я помню, мой отец официально даже извинился за это. Он касался этого конфликта, грузино-абхазской войны, и именно за это он и извинялся с чеченской стороны. Он это понимал, он очень хорошо грузинов знал, его друзья были в честь своего друга, он мне дал имя. Он здесь учился, ему дали знания, которые ему пригодились на своей земле. Я работаю, пишу для Jamestown Foundation, это американская организация. В общем-то, одна из немногих, которая довольно плотно занимается Северным Кавказом сейчас. Ну, я говорил...